Дмитрий Емец, Таня Гроттер и Молот Перуна. Читает Алла Човжик. Глава первая. Пиппа де Терибл. Хроника январского утра. Квартира Дурневых. Где-то на грани между поверхностным сном и глубоким маразмом. Шесть часов пятьдесят минут. За окном тоскливая зимняя темно-синь. Шесть пятьдесят одна. Шпингалет отщелкивается сам собой. Дверь лоджии распахивается. Стекла в рамах дребезжат нечто нескончаемо виртуозное в духе листа. Шесть пятьдесят две. Пепе Дурневой становится холодно. Ее не в меру упитанная нога с пяткой помидорного цвета втягивается под одеяло. Шесть пятьдесят три. Тире шесть пятьдесят семь. По комнате кто-то крадучись ходит, спотыкаясь о золотых тигров и не золотых, зато добросовестно выпадрошенных ятаганом плюшевых медведей. По стене прыгает ломкая тень, сжимающая в руке нечто зловещее, похожее на копье македонских непобедимых фаланг. Шесть пятьдесят семь. Пипа Дурнева начинает испытывать смутное беспокойство, но ленится открывать глаза и лишь глубже зарывается в подушку. Семь ноль ноль. Пипу точно трубный глаз настигает назойливый писк электронного будильника. Пипа свешивает ноги с кровати, одирается, видит темную фигуру, всматривается. А еще спустя мгновение жуткий крик раскалывает парадную тишину правительственного дома. Семь ноль одна. Вспыхивает свет. Бросаясь к двери, Пипа полуосознанно цепляет рукой выключатель. Неопределенность ночи уступает хмурой определенности утра. Из коридора Пипа вновь оглянулась. Ее нечеловеческий вопль перешел в удивленный и даже восторженный взвизг. На краю дивана, попиравшего дубовый паркет кривоватыми, но благонадежными черными ножками, сидел гури Пупер. Он выглядел подавленным. На носу у него красовались подклеенные скольчем очки, номер первой из уникальной пуперовской коллекции поломанных очков. Длинная метла стояла в углу, подсекая тающим снегом. Приседая от любопытства, Пипа вернулась в комнату и поспешно юркнула под одеяло. Она не хотела, чтобы у Пупера была возможность созерцать ее пижаму. Это была агитационно-предвыборная фланелевая пижама, украшенная портретом ее папочки и лозунгом «Загрызу загуманность» на спине. Но Гури было не до пижамы. Он страдал. Нижняя челюсть у него прыгала. Взгляд дико блуждал по стене, спотыкаясь о пестрый рисунок обоев. «Это конец! Она меня бросила!» — тоскливо сказал Гурий. Кося лиловым глазом, Пипа сочувственно выглянула из-под одеяла. «Это навсегда я знаю. Моя тетя, которая снится Магвака, там была права. Нам не быть вместе!» — еще надрывнее произнес Пупер. Холодная капля туманного происхождения скользнула вдоль благородного английского носа, запуталась в носогубной складке и упала Пипе на ногу. Пипа сглотнула. Она с утра неважно владела голосом. «Бедный! Кто бросил-то?» — спросила она хрипло. «Татьяна, твоя сестра! Она перевернутся к свой старый бойфренд!» — воскликнул Пупер, от огорчения теряя все русские падежи и склонения. «А кто у нее бойфренд?» — жадно спросила Пипа, неравнодушная к такого рода подробностям. «О, я его почти не знаю. У него кошмарная русская фамилия. Вайлялькин. Джон Вайлялькин!» — с омерзением выговорил Гурий и уронил голову на руки. «Ишь ты! Новый какой-то! Видать, того щекастого с пылесосом она тоже продинамила. Вот бы не подумала, что Гроттерша окажется подобной стервой. Она всегда была такая занюханная!» — подумав, заключила Пипа. В устах Пипы, как и в устах ее мамочки, слово «стерва» звучало почти как похвала. Это было несомненное признание достоинств. Вайлялькин есть уволень. Он не стоит один палец, Таня. Он околдовал ее магией Вуду и теперь разобьет ей жизнь. Он будет пить водка, а ее заставит целовать слюнявый старикашка, чтобы получать за это дырки от бублика. Убежденно заявил Пупер. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Пипа. «Мне рассказала об этом тетя Настурция. Она изучала психологию. Ее диссертация называлась «Мир, как большая помойка». Она читала мне ее перед сном, когда я был чайлд». Убито сказал Пупер. Он то затухал, впадая в бездну уныния, то как проснувшийся вулкан начинал извергать укоры и проклятия. Неглупая Пипа сообразила, что Гури может теперь пребывать в таком настроении до бесконечности. «Интересно, а ко мне он чего прилетел? На грунт уж ужаловаться. Что ж, от слез в жилетку до новой любви один шаг». Цинично решила про себя Пипа, маскируя зевок под очаровательнейшую из улыбок. Пупер ничего не заметил. Улыбка улетела в молоко. «Вайлялькин просто деревенщина. Он не следит за свой внешний вид. От его кошмарной желтой тряпкой пахнуть гарпиями». «Как Таня могла выбрать его по доброй воле из трезвой голова?» Сказал Гурий. «Прям в самую точку. Умничка, Гурий. Но строго между нами у Таньки никогда не было вкуса. Я ей, например, никогда не нравилась». Промурлыкала Пипа. Пупер задумчиво потер пальцем свой шрамик в форме копирайта и вновь затух. Довольная Пипа осознала, что попала в цель, подтвердив скрытые опасения Гурия. Теперь стоило только выждать время, когда яд ее слов начнет действовать на положительные мозги англичанина. Забившись поглубже под одеяло, дочка дяди Германа достала из-под подушки зацелованный портрет ГП и стала придирчиво сравнивать его с оригиналом. Пока она сравнивала, оригинал вздыхал и, страдая, грыз ногти. На подбородке и щеках у Гурия пробивалась колючая, явно не раз уже тронутая бритвой щетина, которую журналисты упорно именовали юношеским пушком. Мда, как ни крути, мальчик подрос. Неудивительно, что его все время тянуло жениться. Спустя минуту Пипа окончательно утвердилась во мнении, что актер, играющий ГП в кино, безусловно симпатичнее. Однако этот пупер выгодно отличался от того ГП уже тем, что был настоящим. В том киношном магии было не больше, чем в банке из-под обувного крема. «С клиентом все ясно, будем брать тепленьким», заключила Пипа и небрежно сунула фото под подушку. Фотография утратила свою ценность. Дурнева-младшая нацелилась на оригинал. «Горий», – заворковала она, – «давай поговорим серьезно. Зачем тебе, Гротерша? Она черствия, как подушева. Тебе нужен кто-то, кто понимает твой сложный внутренний мир. Метлы, драконбол, комиксы, конфетки с запахом тухлых сливок. И потом, тебе уже семнадцать. Где этой тупой тибедохской ханке удовлетворить твои интеллектуальные запросы? Да она даже дезодорантом пользоваться не умеет. Я не рассказывала тебе, как она брызнула дезодорантом на волосы, перепутав его с лаком». Пипа замолкла и зыркнула на Пупера, проверяя, потрясла ли его эта подробность. Но едва ли Гури даже слышал ее. Его сознание совершало свой собственный забег. Внезапно он вскочил. В глазах у него запылал демонический огонь, свидетельствующий то ли о наличии в роду темных магов, то ли о богатой фосфором рыбной диете. «Я понял! Я вызову его на дуэль! Пуф-пуф из кольца и нет, Джон Вайлялькин!» Крикнул он страшным голосом. «Это чудо, что тетя Нинелли и дядя Герман не проснулись ни теперь, ни прежде, когда вопила Пипа. Должно быть, это была заслуга ватных затычек дяди Германа и наушников тети Нинелли». С этими наушниками была отдельная история. Не так давно мадам Дурнева купила звуковой гипнокурс «Похудей вместе с музыкой». Всю ночь в наушниках у нее переливался инструментал, на фоне которого убеждающий мужской голос страстно нашептывал с частотой 400 слов в минуту. «Какая у тебя чудесная фигура, дорогая! Я ненавижу мучное, я ненавижу жиры и углеводы. Меня тошнит от котлет!»